Программа «Блокпост» настраивается на грядущие каникулы, пристреливается к одному из сел республики и прислушивается к зову блогеров. И за мной! Блогеры Коми не сидят на месте, а следовательно, в блогосфере региона имеются свои рассказчики об интереснейших уголках мира. Вот, например, автор ЖЖ «Тревел Фрукт» в миру молодая сактовкарка Настя Маркова, главный спец по Турции. Исколесила она ее вдоль и поперек, а потому в своих постах делится впечатлениями и снимками о том, что точно заманит и вас в эту страну с ее романтичными курортами. В старый город я влюбилась сразу же. В лабиринте его улиц можно не только укрыться от палящего зноя, но и вдоволь налюбоваться постройками, датирующимися эпохами римлян, византийцев, сельджуков и османов. Каждый дом имеет сад, окруженный высокими каменными стенами, над которыми свисают ветви к фруктовых деревьев, усыпанные ароматными плодами. Огромные деревянные ворота ведут во внутренний дворик, вокруг которого овощи и цветы. Эти внутренние дворики являются неотъемлемой частью анталийских домов. Еще я сфотографировала башню Саад-Кулеси, часовую башню, ставшую главной достопримечательностью Анталии. Квадратная в плане, она построена в XIX веке как из необработанных, так и из тесанных камней. Всем, кто решит провести лето в неизвестных обычным туристам уголках Турции, непременно почитайте заметки этого блогера. Познавательно и полезно. Наталья Иловайская-Шумилова на стене своей странички в соцсети ВКонтакте зазывает интернет-пользователей на конкурс «Природа, люди, история». Участниками могут стать все жители села Зеленец Сыктывденского района. В номинации «Живописные виды Зеленца» фотографии должны отражать уникальность местности, погодных условий и так далее нашего села. В номинации «Зеленец в лицах» не только портретные работы, но и снимки, отражающие жизнь наших односельчан. В номинации «Забытое прошлое», фотографии прошлых лет, бабушки и дедушки в молодости, здания Зеленца в прошлом или фотографии зданий, которые уже не существуют. Прием работ завершается 28 июня. Все сыктывдинцы, фотоаппараты в руки и вперед! Конкурс замечательный. Подарки, что тоже важно, предусмотрены. Жаль только для Зеленецких. У меня вот есть фотка, где я ем шашлык из зеленецких бройлеров. Лето из другой оперы. Предлагаю телезрителям посмотреть видеоролик, зазывающий сыктывкарцев. Ну, сами увидите куда. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Всем привет! Меня зовут Женя, фитнес-инструктор проекта «Беги за мной». Мы приглашаем всех активных мальчишек и девчонок заниматься спортом, бегать вместе с нами. Каждое воскресенье мы встречаемся в Кировском парке около сердца и заряжаемся позитивом, энергией, здоровьем, солнцем. Мы приглашаем вас, беги за мной. Пожалуйста, приходите. Один из авторов спортивного проекта «Беги за мной» Марк Архиреев, сегодня гость программы «Блокпост». Марк, ваш проект называется «Беги за мной». А, собственно говоря, кого вы и куда призываете бежать? Мы призываем всех абсолютно, то есть как детей, так и взрослых. У нас каждое воскресенье проходит пробежка в 11 часов, мы собираемся возле сердца в каждое воскресенье. И получается у нас проходит зарядка, потом мы делаем пробежку и разминаемся, то есть растяжка и прочее. У нас, в принципе, уже довольно-таки нормально много народу и всем нравится. У нас проект о моде на спорт и о здоровом питании. А вот вообще интернет помогает ли, да? То есть удается через соцсети, ВКонтакте как-то массово вообще привлекать молодежь к вашему проекту? Да, конечно, получается, потому что сейчас в соцсетях очень много народу сидит, как детей, так и взрослых. И то есть через соцсети точно так же выполняется рассылка. Всем, кому нравится, они добавляются к нам в группу. У нас есть группа ВКонтакте. И то есть все, кто добавляется, они потом, кто захочет, приходят к нам в офис, заполняют анкету, то есть и точно так же с нами ходят на пробежки. А, Марк, а вообще сверхзадача какова? Вот просто бег ради бега? Или вот, ну, что это дает? Нет, мы хотим привлечь, то есть как молодежь, так и взрослых заниматься, то есть спортом, вести здоровый образ жизни. То есть не пить, не курить, не употреблять наркотики. То есть именно наша главная цель – это здоровый образ жизни. Ну что ж, тогда я желаю вам удачи и, собственно говоря, надеюсь, что все телезрители подключатся к этому замечательному проекту. Спасибо, Марк. Ну вот и все на сегодня. Как провести выходные, вы, надеюсь, теперь поняли. Как и мой прозрачный намек – лето – отличное время для уличного спорта. Всем пока!